Здравствуйте, уважаемые подписчики! Все чаще и чаще в интернете встречаются страшилки, что ГМО-семена уже продаются, что мы уже выращиваем ГМО-продукты. Сразу вас огорчу, мы не столько выращиваем ГМО-продукты, сколько мы употребляем продукцию, выращенную из ГМО-семян. И делаем мы это невольно, потому что практически вся соя генномодифицирована, очень много крахмала генномодифицированы, эти культуры у нас в стране не производятся, они завозятся из-за рубежа, и соя и кукурузный крахмал присутствуют в очень и очень многих продуктах. Стоит ли бояться ГМО, никто не знает, потому что серьезных фундаментальных исследований по этому не проводилось. Генномодифицированные организмы, генномодифицированные семена стали создаваться не так уж и давно, особого влияния пока нет, и неизвестно, что будет дальше. Что такое ГМО? И очень много сейчас говорят о том, что огурец Герман – это генномодифицированный организм, то есть семена огурца Германа генномодифицированные. Разговоры эти пошли от того, что оригинатором сорта Герман является фирма Мансата, а эта фирма, она не только флагман в селекции, она не только флагман в семеноводстве, но она еще и производит огромное количество генномодифицированных семян. Огурец Герман – это гибрид. Чем отличаются гибриды от семян ГМО? Впервые о том, что все гибриды, оригинатором которых является фирма Мансата, генномодифицированные организмы, пошли с Украины. Там на каком-то сайте блогерш рассказывал, что все это ГМО. И есть какие-то реестры семян, где и реестры генномодифицированных семян, но даны ссылки, но ни по какой ссылке не пройдется, ни одна ссылка не работает. С другой стороны, продажа генномодифицированных семян у нас запрещена законом. Но, конечно же, сейчас мне скептики скажут, закон не для всех указ. В нашей стране есть государственный реестр селекционных достижений, который обновляется каждый год. Это живой организм, оттуда какие-то семена включаются, какие-то оттуда удаляются. Так вот, там есть и огурец Герман, и там он проходит как гибрид первого поколения, который предназначен для сельского хозяйства, там он написан, что он небольшой, и что он подходит для консервирования. Чем гибрид отличается от ГМО семян? Гибридизация вообще довольно-таки распространенное явление, и о гибридизации знают давным-давно. Что такое гибридизация? Гибридизация – это опыление материнского женского цветка пыльцой определенного мужского цветка. И в качестве вот этих родителей выбирается очень тщательно сорта. В результате образуется гибрид плоды, которого имеют определенные характеристики. Если из гибрида взять семена и посадить, то в следующем поколении вот этих характеристик мы не получим. Но бывают такие гибриды, которые и во втором, в третьем, в четвертом, в пятом поколении дают неизменные характеристики, и тогда гибрид переходит в разряд сортов. Гибридизация может быть как среди растений, так и среди животных. Вот плоды гибридизации мы видим практически каждый день. Те же самые наши уличные, дворовые собаки и кошки, скрещиваясь между видами, вот и образуют гибриды, которые мы называем так называемыми метисами. В растениях гибридизация меньше распространена, и обязательно нужно это делать в каких-то семеноводческих хозяйствах. Вот в природе такая вот гибридизация, ну, растения защищаются просто от этой гибридизации. Так вот, гибридизация – это скрещивание разных видов растений одного рода. То есть можно скрестить между собой два разных сорта огурца, но совершенно нельзя скрестить между собой огурец с помидором, допустим. Что такое ГМО? ГМО, когда модифицирует ДНК растений. Это делается при помощи определенных манипуляций, при помощи определенных технологий человеком, только человеком. В природе, бывает, происходят мутации генов, но вот эти мутации генов происходят внутри одного вида. А бывает так называемая трансгенная инженерия, когда в один вид растений вносят гены совершенно с другого, не то что вида, но даже и рода. Для чего это делается? Сельское хозяйство – довольно-таки малорентабельная отрасль, чтобы повысить рентабельность, чтобы снизить затраты на производство овощей и фруктов, ну, и других сельскохозяйственных культур. Вот и делают вот такие геномодифицированные семена. Можно ли на своем участке, на свой участок занести, минуя вот этот закон о запрете продажи геномодифицированных семян на стране, геномодифицированные семена? Нет. И я объясню, почему. В интернете также ходят такие страшные рассказы, что одна женщина купила в магазине перец, а у нее очень понравилось, взяла семена, а он оказался выращенный из геномодифицированных семян. Она дала соседке, и вот таким образом по этому участку дачному разошлись геномодифицированные семена. То же самое рассказывают про картошку. Кто-то купил картошку, она оказалась геномодифицированной, из ее семян получились геномодифицированные. Вот такого быть не может. Такие слухи распространяют неграмотные люди. Потому что если из семя вырос плод, то у этого плода семена стерильные. То есть они не взойдут. И вот такого распространения не может возникнуть. А геномодифицированные семена очень дорогие. И производителю вот этих геномодифицированных семян невыгодно даже, не то, что это сейчас невозможно сделать, но и невыгодно получать от растений также геномодифицированные семена. Каждый раз для того, чтобы вырастить геномодифицированные растения из геномодифицированных семян, семена нужно закупать. И никакого распространения из растений быть не может. Что касается огурца Герман и других растений, про которые говорят, что они геномодифицированные. Вы можете это проверить сами. Насколько они геномодифицированные. Но на это нужно потратить время. Сажаем семена интересующего вас растения. С плодов, хорошо вызревших плодов, берем семена и сажаем на следующий год. Вот если эти семена взойдут, то растения не геномодифицированы. А если семена не взойдут, то тогда вот это растение выращено из геномодифицированных семян. Вот такого распространения через свои семена по грядкам ГМО-семена получить не могут. Потому что, еще раз повторюсь, что они стерильны. Поэтому, если кто и не хочет верить ученым, никто не хочет верить государственным документам, просто не сажайте огурец Герман. Есть прекрасный аналог огурцу Герман. Это огурец Кураж. Да, он тоже гибрид. Оригинатором является агрофирма Гавриш, которая не занимается генной инженерией. Кроме этого, есть еще огромная масса огурцов. В конце концов, если уж вы так боитесь, не сажайте гибриды вообще. В прошлом году я посадила пчелопыляемый огурец Заначка и была просто в восторге от этого огурца. И его урожайностью, и его вкусовыми качествами, и то, что у меня получилось из него в банках. Поэтому сейчас есть из чего выбрать. Не слушайте страшные рассказы, но для себя делайте выводы, что вам сажать на своей грядке. Надеюсь, мои советы вам в этом помогут. Ну, а у меня на сегодня все.